Приветствую, командиры! На связи, как всегда, Блэквинг, и это очередная серия по Jagged Alliance 2.1.13 с модом Urban House и на улучшенном искусственном интеллекте от Сэмона. В предыдущей серии наш первый отряд штурмовал центральную базу ПВО в секторе И-8, и в конце противник все же отомстил нам за нашу полосу удач, которая, увы, прервалась. Прервалась она тем, что погибла у нас шпионка-разведчица Кобра, которая была с нами, почитай, с первого дня пребывания в Данубии, но такова война, и, к сожалению, потери у нас случаются. Замена ей уже прибыла, это японка Акэйн Китсуне, и для тех, кто сейчас начнет ныть, что вот, мол, слово Китсуне это относится к анимешкам и все остальное, нет, ребята, можете погуглить, по-яндексить, порамблерить, или какой вы там поисковик используете, я не знаю, это слово относится к японской мифологии, и учитывая, что наша Акэйн у нас мастер по метанию ночник и лазутчик, это, в принципе, вполне логично, что ей присвоено именно такое просвище. Пришлось прикрутить и недостаток, боясь насекомых, и с характером особо не выпендриваться, чтобы получить бонусные очки, дабы Акэйн у нас не сильно отставала от остального первого отряда, но это стоило того, и, если что, с жуками она просто участвовать в бою не будет. Она уже получила все, чем была вооружена покойная кобра, которую мы уже похоронили под одним из деревьев, и сегодня, я думаю, ей предоставится шанс показать себя, поскольку противник не успокаивается, и при поддержке того самого южного патруля, который мы послали куда подальше при штурме базы ПВО, сегодня он будет атаковать нас с запада и с юга. Также была угроза, скажем так, этого самого бага, когда два отряда противника приходят в разные места одновременно, но автобой, независимо от его желания, запускается только в одном из мест. Так бы и было, если бы не воспользовался тем самым, скажем так, той самой фишкой, когда ты отправляешь отряд наемников на наступающий отряд врага, и тот останавливается, Дим, дескать, собирается встречать отряд наемников, но если ты отменяешь это наступление, то противник какое-то время еще стоит на месте, давая шанс тебе немножечко перегруппироваться, что я сегодня и сделал. Каким образом будем сегодня защищаться? Вообще, все здесь на стороне от аркующих, здесь вполне неплохо нарисована эта карта, и теперь каким образом мы будем пытаться защищаться? На северном фланге у нас расположились трое наших бойцов с бесшумным вооружением, поскольку рюкзаки мы себе не смогли принести, и сейчас их тащит наш корпус тыла и стабжения уже изрядно устарший. Хотя вы попробуйте потащить 9 рюкзаков, еще при этом имея свой собственный груз, и при этом таща их достаточно нагруженные. Поэтому, понятное дело, что они так мирно их тащат, понятное дело, что они устали, поэтому используем сегодня то вооружение, которое у нас здесь было. Значит, на северном фланге у нас расположились команда «Элли» и «Леопард». Затем на центральном входе, который у нас здесь посуду, находится техномаг с минометом, который у нас достался от противника. У нас есть 4 мины, даже несмотря на то, что у нас здесь есть 3 мины в инвентаре техномага, это не означает, что одна мина не заряжена. И около ящиков сидит у нас звезда с гранатометом. У нас есть 2 осветительные гранаты, есть у нас также при этом и 2 напалмовые гранаты, так что, если что, я думаю, мы сможем отбиться, если противник ломанется прямиком через центральный вход. На крыше у нас расположились «Марсы» и «Ястреб», это само собой, разумеется. Ну и на восточном фланге у нас расположились «Щи» и «Кицуны», собственно, сама нововая разведчица. Ополчение расположилось так, чтобы располагаться внутри базы, хотя, скорее всего, вот этих четырех, по этим четырем противникам сразу откроется огонь, точнее, по этим четырем ополченцам, потому что противник, скорее всего, заспавнится вдоль всей вот этой линии. Вполне возможно, он ломанется именно сюда, но вполне возможно, он ломанется через центральный вход. В общем, посмотрим, как все будет развиваться. Ну что ж, давайте тогда отматывать и будем противостоять 30-ки врагов, да, получается. Приступаем. Ну, разумеется. Так, а вот теперь придется нам здесь вступать в бой, поскольку противник сюда побежал. В ноги стрелять невыгодно, тут куст, ладно, постреляем в пузо. Что, больно? Увы, не убили. Теперь он будет знать, что мы здесь. Еще один. А это в камуфляже, этого надо 100% валить. Сдохнет? Нет, нет, не сдохнет. Давай одиночным. Увы. Двух врагов мы уже засекли, по двум противникам огонь открыли. По трем. Окей, уговорили. Окей, уговорили. Давайте постреляем по трем. Еще один. Вас там четверо, понял, понял, понял. Пятеро. Ну что, фонарили что ли всем скопом там появляться? Это по центральному входу, это хорошо, это пускай. Ну то, что у вас там аж пятеро, это не входило в мои планы. Ребят, давайте без этого. Где-то близко от наших засадников. Но у этих ребят стволы не бесшумные, поэтому здесь, если мы начнем стрелять, мы привлечем к себе внимание. Это будет плохо. Получение ни на что не реагирует. В принципе, нормально, это логично. Теперь, учитывая, что команда уже получила ранение, это печально. Затем, Элли. У тебя шоковой гранаты нету, у леопарда ее тоже нету. Придется стрелять эти... Поэтому засранцу сейчас леопардом. Это пулеметчик у нас. Ну, убей его, пожалуйста. Спасибо. Так, где-то он здесь был, да? Он был где-то тут. Значит, сейчас туда полетит граната, вот сюда. Угу, все правильно. Ложимся. Команда, ложись. Я знаю, что здесь двое валяются, но они в крайне тяжелом состоянии. Если что, им будет печально. Ястреб, давай пока подстрахуешь наших ребят. Скидываться, конечно, мы не будем, но ничего страшного. Теперь, с этой стороны я пока никакого осветителя не запускаю еще слишком рано. Здесь, с этой стороны. А, кстати, мы их достанем. А почему бы и так, к слову? Ну, сколько их там было? Я слышал точно четырех. Четырех. Давай чуть-чуть поближе подойдем. Понял, где-то отсюда, Билл. Подойдем чуть-чуть поближе. Мы в камуфляже, поэтому, если что, мы сможем немножечко сохранить шанс на внезапность. Ага, понял. Еще один камуфляжник, которого никто не засек. Звезда. Давай подсветим здесь пространство. Понял. Понял. Значит, враг сейчас просто... Не, дружище. Не в этот раз. Ну, у того точно бесшумное вооружение. Точно либо девятый калаш, либо... Вау. Ну, не страшно. Пока не страшно. Китсуны слышала с юга. Нормально, это нормально. Примерно я что-то такого и ждал. Как обычно, все вооружены всякой дрянью. Нет, не зря мы здесь подсветили. В любом случае, пока не стреляем. Попробуем сейчас здесь подцепить его. Ага. Ложимся. Миномет еще рано применять. Затем. Тут. Что мне понадобится? Мне здесь понадобится... Мне здесь понадобится... Мне здесь понадобится лампочка. Это 100%, что мне здесь понадобится лампочка. Давай ее сюда бросим. Но... Я даже не знаю, радоваться ли тому, что мне это дерево немножко сбило... Мои планы. Но, по крайней мере, так. Кого может подстрелить ястреб валяющегося? Этого не может. Значит, пробуем этого. На какой-то момент я даже напугался, что сейчас прилетит по Элли. Ну, по счастью, обошлось. Так, отстрелили. Теперь назад отползаем. Так, это тут у нас бессознание. Меня это радует. Но вот этого камуфляжника надо точно пострелять по нему. Умница, девочка. Ложимся обратно. Этот, я думаю, сейчас не очухается. Теперь тут у нас Ицуны слышала с юга. Ну, давай тогда запускаем сюда мину. Немножечко не то. Ну, ладно, посидим, подождем. Ничего страшного. Заряжаем следующую. Он что, очнулся там, что ли, или что? Где-то отсюда. Понял. Понял, где-то отсюда. А, нет, стоп. Это другой был. Это он, скорее всего, и был. Так, а вот и противник показался. Ну что, обнаруживаем себя тогда? Давай в пузо ему. Хорошо стреляешь. Только теперь, я думаю, нет. Попробую добить. Ага, умница. Теперь назад. Потому что сейчас начну шмалять сюда. Так, отлично. Они ломанулись. Фея, твоя очередь. Давай тоже в пузо. Умница. Ложись. Щит слышит с юго-запада. Но они сейчас начнут сюда либо бить на подавление, либо они сейчас ломанут сюда. Хорошо, крошка. Замочила. А ты близко, моя детка, подошла. Ты подошла довольно близко, звезда. Подсвет нельзя. Понял. Хорошо принято. Тут. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Может, облегчить его страдания? Давай сейчас так и сделаем. Все, облегчили страдания этого несчастного. Команда, давай назад. У тебя маленькое легкое ранение, но ничего страшного. Элли, давай тоже чуть-чуть отступим. А то самый край шаг тебя все-таки подсвечивает. Меня это не устраивает. Команда. Намет светилку. Давай сюда. Опять мы маленько скосили, но учитывая, что ты у нас нифига не... Нифига не гранатометчик. Так, это тебе простительно. Ладно, уговорил. Здесь по-прежнему лежим на месте, ждем. Камуфляжница бьет. Юго-запад. Наголь на подавление. Ну, это по тому, который в КПП тусуется. Звезда с юго-запада. Ну, а сейчас надо пустить на юго-запад светилку. А этих кто обнаружил? Ну, пока держимся. Пока все нормально. Пока держимся. Здесь все-таки придется мне пустить сюда светилку. Хорошо, ты пошел прямо на свет. Нормально. Молодец. Мне нравится такая логика. Кстати, про предыдущую серию кто-то жаловался, что она получилась дико скучной. Но тут я ничего нелогичного не вижу в том, что искусственный интеллект занял оборону в зданиях. Поскольку в реальной жизни, если бы была такая атака, и противник бы уже оказался, скажем так, частично внутри здания, я бы точно не отправил своих бойцов в контратаку по тревоге и все в таком духе. Поэтому искусственный интеллект у нас поступил достаточно правильно. Гранату. Вот они все. Так, Марс, ты кого-нибудь отсюда можешь подцепить? Чисто теоретически можешь. Фактически, фактически, фактически не особо. Ладно, я думаю, пока смысла нет. Так, Техномаг, заряжай тогда свой миномет. И давай сейчас попробуем повернуться в эту сторону. Попробуем, если что, здесь пострелять. Тут, команда, я думаю, тебе стоит перевязаться немножко. Или Леопард тебя прикроет. Леопард слышал с юга-запада. Значит, где-то здесь, либо где-то тут. Давай сейчас таким образом поступим. Сейчас здесь повернемся или здесь подстрахуют. Так, южная наша группировка. Китсуна, давай обратно. Поскольку противник, скорее всего, сейчас сосредоточен на центре, и он сейчас ломанется через центральный вход. Я так думаю. Хотя я могу ошибаться. Так, ложимся. Щита давай чуть-чуть поближе. Поэтому оболтусу пока не стреляем, хотя мы и не можем. Здесь. Ну, ястреб можно уже убирать со страховки. Ястреб можно уже перекладывать на центральный проход. Сейчас ей здесь будет веселье. Надеюсь, по крайней мере, на это. Так, а вот и цель для Марса. Огонь по ногам. Попала одна пуля, но, по крайней мере, мы его обездвижили. Попробуй добить. Рядом, понял. Все в норме. Все пока, все хорошо. Так, этот и бежит на выручку. Это стрелок. Давай-ка его подстрелим. Чтобы он там сильно не бегал. Бьют по оболчению. Все нормально. Это в пределах нормы. Попытки прорыва я пока нигде не фиксирую. По крайней мере, гранат. Которыми противник попытается себе проход пробить. Это даже к лучшему. На, они все через центральный вход. Они решили попробовать массой задавить. Ой, зря, ребята. Ой, зря. Немножко не туда, ты стреляешь, дружище. Напарница твоя все делает правильно. Так, ты у нас зря, конечно, отошла к бочкам с горючим. Но это твои мозги. Я здесь тебе не указ. Хотя ты и так, женщина, тебе и так с ней не указ. Так, что ж, замечательно. У нас, по-моему, осветилки, да, осветилки кончились. Теперь можно будет шмальнуть сюда с гранатомета. Все в порядке. Это было специально сделано, чтобы их подавить. Так, Ястреб добивает этого особо борзевшего. Здесь она пока никого не видит. Это печально. Но не настолько. Марш, шарахай тогда на подавление. Чтобы они там особо не рыпались. Ты меня тренируешь? С этой стороны. Команда перевязался. Замечательно. С этой стороны. Лампу сюда. Да что ж такое-то? Что ж мне эти деревья-то так хорошо мешают сегодня? Назад. Хотя. Ну ладно, я буду надеяться, что там никто не окажется достаточно умным, чтобы не начать стрелять. По этим баллонам. Команда, сиди здесь, засадим. Южная наша группировка. Китсуна, давай чуть вперед. Этот подавлен, там еще один. Пока на него не обращаем внимания. Щит подстраховывай, ребят. Тут у нас. Попробует подстрелить. У кого у нас больше всего ОД? У... У-у-у-у-у. У ястреб. Давай-ка сейчас. Ложись, детка. А вот техномаг попробует сейчас подстрелить эту бабу. Хорош. Подавлено. Эти в мертвой зоне, поэтому попробуем еще раз. Хорошо. Они не успокаиваются. Они не успокаиваются. Надеюсь, сейчас мозгов у ополчения хватит пристрелить. Если нет, то это будет грустно. Чего ты этим добился, скажи мне? Ну вот стреляешь ты. И что дальше? Перевозишь боеприпасы. Ага, из дыма бил, понял. Я слышу. Так. В пузы? Давай пробуем в пузы. Хорошо. Хотя бы остановили. А это было близко от бочек. По-моему, он отвернулся, нет? Я слушаю. Да, зря ты, конечно, отвернулся, дружище. Потому что мне был бы... Твой засвет очень кстати. Здесь. Я. Пущай, противник подойдет поближе. Мы его здесь подождем. Даже переложимся вот так. Теперь. Баба, конечно, опять встала. Но эти уже пропали. А у тебя мозгов так и не хватило. Выйти и пристрелить того противника, да? Потрясающе. Гениальная тупость. Команда Эли, давайте в обход. Да, АК-12. Стоп, АК-12 это не бесшумно. Кто? Либо отсюда, либо кто-то здесь видел. Хорошо. Я вас понял. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Леопард, страхуй, ребят. Здесь. Еще раз гранаты на подавление. Давай еще раз. Кому-то прям по башке прилетело. Этот подавленный замечательно. Можно бухнуть сюда напалмовый, чтобы они не ломились. Настолько остервенело через центральный вход, что я, пожалуй, сейчас и сделаю. Заряжу напалмовую. И на следующем ходу пухну сюда, чтобы здесь все разгорелось, и чтобы они так оборзевшие не совались. Техномаг. А пока сиди на месте. Потому что черт его знает, кто здесь сейчас ломанется. Так, ястреб на взводе. Марс на взводе. Все нормально. Ага, понял, понял, понял. Скорее всего, где-то здесь засек. Я вас понял, дружище. Ну, во, ребят, мы, конечно, в сторону отошли. Иначе бы нас контузило. Стоять на месте. Хреново, что мы здесь все себе засветили. Засветили бы противника, было бы лучше. Так, пулеметчик. В ноги. Кому-то прилетело, но не по пулеметчику, это уж точно. Забавно. Так, понял. Ты решил подойти сюда. Теоретический ход умный. Фактически, ни черта. А нет, все-таки умный. Потому что мы не попали. Хорошо, ты решил все же выйти оттуда, да? Держи. На дорожку тебе. Ух ты, огонь по площади. Не страшно, мы продержимся, все будет замечательно. Этот у нас по-прежнему сидит идиот на своем месте. Подавлен, замечательно. Так, Марс, ты все еще скинут. Замечательно. Ну что, ребята, ловите тогда сюда напалмку. А заодно и подсветите. Разгорелось, конечно, все не так, чтобы очень, но по крайней мере мы их подсветили и это меня радует. Огонь по-прежнему. Готов. Этот отсюда не высунется. Так, теперь, меня интересовало... Ага, где-то здесь был. Понял, 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 понял. Элли, доставай того, чего у тебя нету, то бишь у тебя нету лампочки. Это грустно. Команда, лампочка есть у тебя. Давай, сейчас поможешь девушке. Иди-ка сюда. На следующем ходу, я думаю, ты сможешь ее бросить. Ложись, попробуем его сейчас здесь покараулить. Так, леопард. Давай сюда за куст. Хотя мне что-то кажется, они сейчас ломанулся все-таки через центральный вход. Пусть я не возражаю. Китсуны, у тебя две шоковые гранаты, это неплохо. Ага, вижу его. Огонь. Подстрелян, но ничего страшного. Дави его, дави, дави. Все, хорошо, этот подавлен, но здесь есть еще один в дыму. Щит, жди его. Иначе он сейчас выйдет и наворотит дел здесь. В остальном все пока вполне в порядке. По Марсу пытается лупить. По-норамному бы сменить позицию, но база сейчас сконструирована так, что нам особо здесь никуда не перелезть. Без ущерба для себя, любимых, поэтому сюда я пока не сменю позицию никак. Стоять. Стоять. Всем стоять. Ну-ну. Жди оборотки, косорукий. Жаль. Я надеялся, ты его убьешь. Так, у кого-то там взорвалась граната. А, ну да, здесь, по-моему, кто-то сгорел или просто здесь граната взорвалась. Так, Китсуна, добивай его. Это твой полностью, целиком. Хорош. Где-то здесь был, да? Последний раз я его здесь видел. Мне нужен засвет. Мне нужен засвет, чтобы проверить, он здесь или нет. Нам тут мешаются целая куча деревьев, которые здесь понасадили. Пробуем. Да, вон он сидит. Но это совсем другой, по-моему. Щит, давай. Тихо, подожди. Я сказал повернуться сюда. Жаль. Очень жаль. Но он подавлен, это уже радует. Хотя тот камуфляжник, который здесь валялся, он либо здесь валяется, либо он слинял отсюда. Хочется надеяться, что он слинял. Так, тамошний обитатель зоопарка у нас смотался куда-то сюда в мертвую зону. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Но у нас есть лампочка, поэтому он ни хрена никуда, нет, все-таки смотался. Вот о чем я и говорил. Ты вроде и сменишь позицию, но вроде ты нифига и никого не заметишь. Тогда меняем гранатомет. Техномаг, жмахни сюда из миномета. Нет места, чтобы везти отсюда огонь. В смысле, серьезно? Я же только что здесь сидел и все было нормально. А, скорее всего, крыша здесь мешает. Понятно. Ладно, ствол тогда обратно. Здесь. Ну, давай все же мы маленько отойдем. Чтобы не провоцировать противника. А то он что-то чересчур обиделся. Так, команда. Шанс добросить маловат. А если сейчас мы подойдем сюда? Давайте уже рискнем. Понятно. Он оказался тоже далеко не идиотом и уже смотался. Ничего страшного, мы подождем. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Мы подождем. Так, еще один. А, это тот самый, который был подавленный, да? Держи. Попробуем добить. Нет, жаль. А так хотелось. Че такое? Юго-сапад. Ах, ты все-таки зацепил, а? Ты посмотри на него. Он все же на нас обиделся. Ничего подобного. Центральный вход мы светим. Все в порядке. Здесь у нас горит напалм. Так, на этих Абултусов я внимания не обращаю. Они здесь мне пока ни к чему. Где? Где светил? Ага, понятно. Со стороны звезды пытался светить. Звезда за ящиками. Я пока не думаю, что ему грозит какая-то опасность. Поэтому пускай пока там лежит ястреб добей этого. Эту обезьяну. В Марс укладываемся. Техномаг, ну раз уж по тебе так активно шмаляют. Приляг, пожалуйста, обратно. Здесь. Но он, скорее всего, стянулся в центральный вход. Поэтому я предлагаю еще ходик подождать. Хотя почему подождать? Элли, давай вперед, как разведка. Засек. Крыса, ты еще и в камуфляже. Вот мутант, а? Он в камуфляже. Тебя даже осветитель не взял. И мы начали мазать. Ну, классика жанра, конечно, очень классика жанра. Давай. Что, больно? Вот мутант, а? Он еще и с оптикой, он еще и стрелок. Замечательно. Как я люблю, когда это все происходит. Здесь продолжаем двигаться. Китсуна, давай-ка отправлять вот этих трех оболтусов в атаку. Че, они тут сидят, штаны их протирают. Пускай идут и помогают. Так, ну, надеюсь, сейчас Элли не прилетит. Нет, не прилетела, по счастью. Зря ты, конечно, сюда подошла, бабонька моя. Нет, все же прилетела. Благодаря этому уроду в камуфляже. Теперь они в курсе, что мы здесь. И очень так хорошо бьют на подавление. Ладно, если что, мы себе поможем здесь. Здесь мы справимся. Мы элитный первый отряд, мать вашу. Хоть мы и получили какие-то потери, но тем не менее. Вот козел, а. Так, теперь у меня стоит тяжелый выбор. Либо дострелить от этого камуфляжника, либо валить отсюда к черту. Выбор действительно тяжеловатый. Поскольку с ОД у нас точно не все хорошо. А мы его еще, к тому же, до кучи и не видим. Слушай, командир! Мы его до кучи и не видим. Ну серьезно, что ли? Ну опять, опять я не могу бросить нормально гранату. Господи, а ёпарсоте! Тот мутант у меня в камуфляже, я его не вижу. Но гранату мы бросать, конечно же, не собираемся. Мать вашу! Так, ты здесь валялся, да? Угробили. Все, ложимся. Теперь, звезда. Бери все же гранатомет и шмальни-ка мне вот сюда, чтобы они там особо не борзели. Угу, кого-то подцепили, замечательно. Техномаг, миномет. Здесь пока не пульнем. Хорошо, на следующем ходу запуливаем сюда мину. Сами отходим. С этой стороны. Двигаемся дальше. Куда он убежал? Я вот этого не совсем понимаю, куда он отсюда убежал. Так, теперь. Вы у нас по-прежнему сидите в засаде, скажем так. Потом я вас пошлю в атаку. Что такое? С запада. Здесь у нас есть страховка в виде ополчения, так что, если что, они примут на себя весь огонь. Все, убираемся оттуда. Поскольку на нас обиделись. Ну, очень обиделись. Ну, прям сильно обиделись. Какие же мы обижушки-то маленькие, а? Я же вам, козлы, за все буду мстить. Вот, например, тебе. Все в порядке, все хорошо. Держимся. Они ломанулись в эту сторону. Отлично, Китсуны. Поздравляю тебя со вторым. Минометчик по-прежнему обкидывает все минами. Ну, так как они у него пока осветительные. Ну, ты, конечно, зря сюда пошел, придурок. Ну, так как они у него осветительные, пока я радуюсь этому. Теперь. Ты зря сюда села. Мне ты все еще понадобишься. Так что ложись. Так, Техномаг, шмальни-ка мне сюда. Да что вас. Шмальни сюда. Ну, ты же... Я же в самом начале боя стрелял минами. Теперь ты мне говоришь, что нету места. Ты... Кто меня на... Хорошо, приходим сюда, разворачиваемся. Тем временем. Ну, здесь все, конечно, в свету вообще. Абсолютно все. Элли, давай сюда. Еще Дэ не хватает залезть. Прелесть. Назад, бежим, бегом. Знал бы, что с ОД опять начнется такая трабла. Я бы как-нибудь Элли отвел более безопасно. Но, увы. Надеюсь, она там продержится. Так, здесь по-прежнему никого. Меня это... Вроде и печалит, а вроде и не очень. Ястреб, разворачивайся. Здесь. Так, мы можем сюда... Хотя нет, сюда мы... Не шмальнем напалмом. Мне это невыгодно. А на осколочной у нас уже одного очка действия не хватает. Все по классике. Тут. Обоих вроде как подстрелили. Поэтому двигаемся дальше. Китсуны, давай тоже вперед. Щит, подходи поближе. Будем их ждать. Ага, они снова предпринимают попытку через центральный вход пройти. Ничего себе ты наглый. Ты, пользуясь дымом, решил пройти. А мы по тебе не попадем, конечно же. Хотя... Ладно. Ну вот и поговорили, Рэмбо Херова. Хорош. Ты все-таки досидел свое. Ага, понял. Понял, кто туда бросил осветитель. Скорее всего еще один чувак в камуфляже. Скорее всего, это был еще один камуфляж. Юго-запад. Понял, понял, понял. Где ты там? Зачем ты опять встала? Сейчас, сейчас, сейчас перевяжешься. Сейчас перевяжешься. Ты главное свали отсюда. Слушаю, командир. Ты для врага почти в мертвой зоне. Это замечательно. Так, ребята, прикрывайте. Честь имею. Девочку. Я тут. Теперь. Ну, а я думаю, смысла сюда уже шмалять осветительную мину не имеет. Ага. Звезда, давай-ка осветитель на вход, чтобы они опять же туда не рыпались. Да, вот сюда. Чтобы они через центральный вход не рыпались. Они в курсе, что мы, конечно, здесь, но ничего страшного. Я тут. Так, осветилку я пока тратить не буду. Марс приглядывает. Ястреб приглядывает. Здесь все в полном порядке. Южный фланг. Где-то тут был, да? Китсу на лампочку? Китсу на лампочку. Давай вот так. Вот он где. Вот он где наш светильник-то. Это же ты меня осветил, поганец, да? Это же ты меня осветил. Фея, ну-ка покажи-ка ему, какой ты бываешь добрый. Ну вот. Зубных фей бесить не надо. А мою уж тем более. Особенно если у них есть ствол. Так, тут держимся. Сколько у вас вообще всего осталось-то? О, уже десяток. Раз, два. Где-то здесь третий. Тут еще один. Нормально. Держимся, держимся, держимся. Так, еще одна ломанулась. Тоже по ногам. Готово, детка. Понял, еще один здесь. Ну вот сидит прям под зором пулеметчика. Здесь все будет нормально. Сейчас мы его тоже скосим. Парень с пистолетами не сдается. Он все даже пытается его пристрелить. Забавно. Хорош. Девочка приняла решение отступить. Девочка вроде поступила и нормально. Стрелок. Ну давай, Марс, гаси его. Этот тоже мертв. А что ты ругаешься? Все получилось вполне нормально. Что тебе не нравится? Я тут. Так, где-то здесь отсюда, Билы. Где-то вот здесь они сидели. Так, Элли, давай в тыл. Все, ты на сегодня отвоевалась. Ну а команда и Леопард будут задействованы у меня для ликвидации этих двух ребят. Но пока мы полежим, подождем их. Может они сами подойдут сюда. Хотя по сути-то мы уже можем переходить в контур наступления, что я потихоньку и делаю. АКС. Я даже обнаглею настолько, что я встану в свет. Хотя судя по тому, что этот ополченец так далеко выбежал вперед, в принципе вполне можно. Немножко наклеить и бежать вперед. Теперь осталось только выйти и ударить в тыл тем, которые здесь сидят. Мужственный парень с пистолетами все же почти скончался. Дымовуха. Пожалуйста, примите этот скромный дар. Дымовуху опять что ли? Я видел точно двух, от которых полетели дымы. Ага, собрались на прорыв тут. А, скорее всего здесь и сидел, камуфляжный. Но он даже если и пройдет, здесь сидит три ополченца. Если что, они смогут ему накидать лещей. Причем это сделается даже при поддержке техномага. Пошли-ка. Ага. Так, звезда. Давай-ка отойдешь от центрального входа. Тоже. Этот чудик здесь не показывается. Ну ничего страшного, что он здесь не показывается. Мы сейчас развернемся в эту сторону, чтобы иметь большее представление. Большую картинку. Так, ну тут тогда. Раз уж ополчение сидит здесь спокойно, поэтому двигаемся сами вперед. ПП-2000, как всегда. Рады, что хотя бы мелкашки исчезли. И пистолетики тоже. Хотя пистолетики, ух, все равно остаются, но уже не такие дренные. Так, все, Эли, садись. И присаживай. И начинай бинтоваться. Отсюда, отсюда, отсюда. Понял, хорошо. Если ты не в камуфляже, это все хорошо. Мимо. А вот и минометчик, точнее минометчица, которая мне здесь всех светила. Еще по кому-то прилетела. Замечательно. Люблю, когда так случайно прилетает еще по кому-нибудь. Так, еще одна граната. Три. Ничего себе ты, минер. Я здесь, правда, не знаю, как ты пройдешь, поскольку тут у нас проволока аккурат. Ну да. Здесь они все равно никак не пройдут. Здесь тоже. Нет, вот здесь это они пройдут, а здесь тоже нет. И смысл им тогда был здесь бросаться, я не понял. Я слушаю. Ну, ладно. Мозгов, конечно, как и у меня, у противника иногда нету, но все же настолько даже я в него бы тупым. Так, продолжаем двигаться. Значит, ты бил где-то отсюда. Значит, ты бил где-то отсюда. Лампочки у меня у леопарда уже нету. Тратить миномет я тоже уже не буду, так что идем-ка сейчас сюда. Приготовимся их тут встречать. Звезда, давай тоже сюда. Так, ладно, ястреб здесь в любом случае никого не видит, разворачиваемся. Сколько здесь, я помню, валялась у нас минометщица. Есть светилка у леопарда? Точнее, у команда. Противник нас там не ждет, поэтому мы ее достаем. Леопарда чуть-чуть вперед. И ждем. Так, это у нас ни черта не минометщица. Но это не означает, что мы по нему не будем стрелять. Марс, огонь. Хорошо работаете в паре. Хотя снайперы и пулеметчики всегда работали хорошо в паре. Если они достаточно грамотные, конечно. Вот и наша попыточка прорваться. Точнее, попыточка противника прорваться. Осколками своих же зацепило, да? Ну и хорошо. Все, продолжаем продвигаться. Так, ну тут, конечно, мы сейчас... Ополчение, точнее, открыло огонь. Поэтому сейчас на нас сюда обратят внимание. Так что укладываемся. Здесь техномаг, давай-ка сюда. Сейчас мы будем здесь противника стеречь. Кто у нас остался в тылу? Эля у нас перебинтовалась? Давай, все, отправляем всех в атаку. Здесь мы должны вполне управиться. Подойти поближе и метнуть, да? Ну давай. Опять деревья мне мешают, да? Сюда. Убежал. Оно убегло. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Ладно, ничего страшного. Раз уж он убежал, ничего страшного. Мы его срану встретим. Нифига не убежал, он в камуфляже. Давай, куда? Ладно, по крайней мере, мы его остановили. Ни черта, мы его не остановили. Мы его просто подвели поближе. Мы его раззадорили. Мина мячится очухалась. Нет, вот она. Что вы творите? Я понимаю, идиотов в нашем мире достаточно, но чтобы настолько, это надо постараться. Еще один. Да, ребятки. Сразу видно, какие вы неопытные. Этот подскользнулся. Сидит здесь до сих пор. Пусть сидит. Никто не возражает. Вон он где стоит. Но я же говорил, что он камуфляжник. Так, вот он здесь сидел, я вспомнил. Да, вот он. Ну все, вроде как с этого фланга мы их зачистили. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Остались только на центральном проходе. Диана здесь где-то сидела. Отбьем сюда. Не сдохла. Жаль. Действительно не сдохла. Я тут. Так, тут. Техномаг, огонь. Отдадим этого тебе. Хотя нет. Не отдадим. Потому что нам надо самим немножко отойти. Ну, лечь мы уже не сможем. Но ничего страшного. Разворачиваемся в эту сторону. Тут у нас. Я. Ох, балбесы. Ложись. Фея, добивай его. Назад. Нам важно не палиться. Ополчение пускай этим занимается. Но мы... Мы элитный первый отряд. Как говорилось в одном старом фильме. Мы элитные десантники. Все остальное просто игрушки. Их осталось, по-моему, пятеро. Если я правильно считаю. Все правильно, пятеро. Минометчица. Еще один здесь, еще здесь. Еще где-то двое. Понял. Четверо. Пятеро. Все, все... Где все пять, мы знаем. И не надейся. Вот они. По-прежнему ополченец продолжает подскальзываться. А вот он. Ну все, осталось только добить последних выживших и все. Чем мы сейчас и займемся. Ну, касаемо Китсуны. Девочка молодец. Она очень хорошо старается. Так. Этого не подстрелим. Далеко этого тоже. Ну, что ж, попробуем. Подстрелили. Люблю девятый калаш. Так. Этот валяется. Этот, точнее, до этого далеко этот валяется. Пошли вперед. Даже заляжем здесь. Так, фея, иди сюда. Так, до этого не достреливаем. Этого тоже не достреливаем. Теперь этого достреливаем. Отберем этого ополченца. Я, конечно, понимаю, что им надо прокачиваться. Но нам месть за нашу погибшую важнее. Так что идите в пене, ребята. Так, мы тем временем. Только, пожалуйста, не подстрелили этого оболтуса, который бежит. Все, девочка там подавлена. Девочке плохо. И, в принципе, нефиг меня тут бесить. Пошли в тыл. Противнику в тыл четвертое поколение. В принципе, враг уже более-менее вооружился. А вот и нетушки. А что, серьезно? Двое осталось? А, нет. Баба, скорее всего, подавлена. Миномечица, которая... Остальные... Один опустил? Нет. Нет, нет, нет. Это ополченец был. Все, этот готов. Да, все правильно. Баба, скорее всего, подавлена. А второй у нас был просто без боеприпасов. Поэтому никто не стрелял. Да, он в дыму валяется. Это подошло, просто стукнуло прикладом и все разрешилось само собой. Вот он. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Так, что я думаю? Предстрелить его самому? Давай. Ну, елы-палы. Почему нельзя было его просто прибить? Какая жалость. Какая жалость, хотя... Ну, все, пускай, ребята, его там добинывают просто. Готово. Сектор чист. Все готово. Слегка поцарапала Марса. Немножечко не повезло Элли, но во всем остальном мы справились. И мы молодцы. Включая ополченцев, даже некоторых, которые у нас немножечко тупили. Два новобранца произведены в рядовые. Ну, более-менее пойдет. Более-менее пойдет. Наши потери составили, по-моему, около... Не знаю, честно, не скажу сейчас, сколько ополченцев. Но, тем не менее, мы справились, и это замечательно. За Кобру, покойся о нас, миром, мы отомстили сполна. Притащили нам. Притащили нам. Ну, хотя АК-12 пошли уже более-менее. Это уже хорошо. ПКМ здесь был. Выхлоп был. Все остальное, все остальное, все остальное. В принципе, ничем таким противник не выделился. Хотя вот АК-12 в больших количествах, ну, для начинающих они вполне подойдут. Что ж, неплохо показал себя миномет со светителями минами. Неплохо мы. Все справились, все молодцы. Ну, и на этом, я думаю, эта серия завершена. Сохраняемся. И теперь с вами был Блэквинг. И всем удачи в ваших боях, камрады. И всем до связи. Помните своих павших. Ладно, все, а то меня сейчас на пафос понесет. Субтитры сделал DimaTorzok